Слово А потом появились растения, звери и птицы, и мы Значит люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня нас вновь ждет встреча с героем повести Сергея Аксакова «Детские годы Багрова внука». Из прочитанных глав этой книги мы уже знаем, что маленький Сережа жил с родителями в Уфе. Семья была небогатая, но древнего, древнего двоянского рода. В связи с болезнью матери родители решили отвезти Сережу и его сестренку в имение к дедушке. Путь был неблизкий. Пришлось останавливаться на ночлег в деревне. И тут отец Сережи впервые показал ему, что такое рыбная ловля. Мальчик был в восторге, но нужно было двигаться дальше. Следующая остановка их ожидала в селе Парашино. «Слыша часто слово Парашино, я спросил, что это такое? И мне объяснили, что это было большое и богатое село, принадлежавшее тетке моего отца Прасковье Ивановне Куролесовой. И что мой отец должен был осмотреть в нем все хозяйство и написать своей тетушке, все ли там хорошо, все ли в порядке. Верст за восемь до села пошли Парашинские поля, покрытые спелую, высокую и густой рожью, которую уже начали жать. Поля оказались так обширны, как будто им и конца не было. Отец мой говорил, что он и не видал таких хлебов, и что нынешний год урожай отличный». Молодые крестьяне и крестьянки, работавшие в одних рубахах, узнали наших людей и моего отца. Воткнув серпы свои в сжатые снопы, они начали выбегать к карете. Отец велел остановиться. По загорелым лицам жнецов и жнец текли ручьи пота. Но лица были веселы. Человек двадцать окружили нашу карету. Все были так рады. «Здравствуй, батюшка, Алексей Степанович!» заговорил один крестьянин постарше других. «Давно мы тебя не видали». Отец мой, не выходя из кареты, ласково поздоровался со всеми и сказал, что вот он и приехал к ним, и привез свою хозяйку и детей. Мать выглянула из окна и сказала, «Здравствуйте, мои друзья!» Все поклонились ей. И тот же крестьянин сказал, «Здравствуй, матушка Софь Николаевна, милости просим!» «А это сынок, что ли, твой?» Продолжал он, указав на меня. «Да, это мой сын Сережа. А дочка спит», отвечал отец. Меня высунули из окошка. Мне так же все поклонились и назвали меня Сергеем Алексеевичем, чего я до тех пор не слыхивал. «Всем вам мы рады, батюшка Алексей Степанович!» Сказал тот же Касянин. Радость была непритворная, выражалась на всех лицах и слышна была во всех голосах. Я был изумлен, я чувствовал какое-то непонятное волнение и очень полюбил этих добрых людей, которые всех нас так любят. Отец и мать простились с крестьянами и крестьянками. Я отвечал на их поклоны множеством поклонов, хотя карета тронулась уже с места и, высунувшись из окна, кричал «Прощайте! Прощайте!» Отец и мать улыбались, глядя на меня. После ржаных хлебов пошли яровы, начинающие уже поспевать. Отец мой, глядя на них, часто говорил с сожалением, «Не успеют нынче убраться с хлебом до ненасти. Рожь поспела поздно, а вот уже и яровы поспевают. А какие хлеба, ух, в жизнь мою не видывал таких!» Я заметил, что мать моя совершенно равнодушно слушала слова отца. Не понимая, как и почему, но и мне было жалко, что не успеют убраться с хлебом. С плоской возвышенности пошла дорога под изволок. И вот, наконец, открылось перед нами лежащее на низменности богатое село Парашино с каменной церковью и небольшим прудом в овраге. Господское гумно стояло, как город, построенный из хлебных кладей. Даже в крестьянских гумнах видно было много прошлогодних копион. Отец мой радовался, глядя на такое изобилие хлеба, и говорил, «О, крестьяне!» Сердце радуется. Я радовался вместе с ним и опять заметил, что мать не принимала участия в его словах. Наконец, мы въехали в село. В самое это время священник в полном облачении, неся крест на голове, предшествуемый диаконом с кадилом, образами и хоругвями, и сопровождаемый огромную толпою народа, шел из церкви для совершения водоосвящения на Иордане. Пение дичков заглушалось колокольным звоном и только в промежутках врывалось в мой слух. Мы сейчас остановились, вышли из кареты и присоединились к народу. Мать вела меня за руку, а нянька несла мою сестрицу, которая с необыкновенным любопытством смотрела на невиданное ею зрелище. Мне же, хотя удалось видеть нечто подобное в Уфе, но, тем не менее, я смотрел на него с восхищением. После водосвятия, приложившись ко кресту, окропленный святой водой, получив от священника поздравление с благополучным приездом, пошли мы на господский двор, всего через улицу от церкви. Народ окружал нас тесную толпою, и все были так же веселы и рады нам, как и крестьяне на жнетве. Многие старики протеснились вперед, кланялись и здоровались с нами очень ласково. Мы вошли во флигель. Там было как будто все приготовлено для нашего приезда, но после я узнал, что тут всегда останавливался наезжавший иногда главный управитель и поверенный бабушке Куролесовой. И вот причина, почему флигель всегда был прибран. После чаю мы с отцом отправились на конный двор, находившийся на заднем конце господского двора, поросшего травою. У входа в конюшни ожидал нас вместе с другими конюхами главный конюх Григорий Ковляга, который с первого взгляда очень мне понравился. Он был особенно ласков со мною. Мы вошли широкими воротами в какое-то длинное строение. На обе стороны тянулись коридоры, где направо и налево в особых отгородках стояли старые, большие и толстые лошади, а в некоторых и молодые, еще тоненькие. Тут я узнал, что их комнатки назывались стойлами. Против самых ворот на стене висел образ Николая Чудотворца, как сказал мне Ковляга. Осмотрев обе стороны конюшни и похвалив в них чистоту, отец вышел опять на двор и приказал вывезти некоторых лошадей. Ковляга сам выводил их с помощью другого конюха. Гордые животные, раскормленные и застоявшиеся, ржали, подымались на дыбы и поднимали на воздух обоих конюхов, так что они висели у них на шеях, крепко держась правой рукою за узду. Я рабел и прижимался к отцу, но когда опускали некоторых из этих славных коней бегать и прыгать на длинной веревке вокруг державших ее конюхов, которые, упершись ногами и пригнувшись к земле, едва могли с ними ладить, я очень ими любовался. До самого нашего отъезда к отцу приходили многие парашинские крестьяне с разными просьбами. Отец, однако, не брал на себя никакой власти и всем отвечал, что тетушка приказала ему только осмотреть хозяйство и обо всем донести ей, но входить в распоряжение старосты не приказывала. Не знаю, отчего сборы продолжались очень долго, и мы выехали около полден. Толпа крестьянских мальчиков и девочек проводили нас до околицы. Нам надо было проехать сорок пять верст и ночевать на реке Ик, о которой отец говорил, что она не хуже Демы и очень рыбна. Слова отца поселили в Сережной душе приятные надежды. Ну вот, удастся ли ему снова поудить рыбу и будет ли удачным улов, мы узнаем только завтра. До скорой встречи, друзья. Храни вас Господь, мои хорошие. Редактор субтитров